итак здравствуйте дорогие друзья сегодня средам 20 декабря давайте с вами посмотрим на графике евро фунт и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что евро и британский фунт довольно неплохо укрепили свои позиции с одной стороны высокая инфляция в еврозоне которая по пересмотренным прогнозам за ноябрь осталась без изменений на 2 и 4 и 36 по базовому индексу потребительских цен и также у нас вышли данные по объему выданных разрешений на строительство в сша сокращение сразу на два с половиной процента после роста на 18 в октябре конечно же все это усилило давление на американский доллар и укрепила мнение инвесторов в том что все-таки федеральная резервная система пойдет в сторону разворота денежно-кредитной политики и начнет понижать процентные ставки уже в первом квартале следующего года британский фунт хоть и не выходило никакой важной статистики я думаю что рос он на ожиданиях того что инфляция великобритании также сохранится на высоком уровне и все это вынудит банк англии дальше сохранять процентные ставки на своих максимумов довольно длительный промежуток времени прежде чем разобраться с технической картиной давайте посмотрим в экономический календарь и поговорим о том что ждет нас сегодня вы можете видеть сегодня у нас выходят данные по индексу потребительских цен на за ноябрь ожидается что в месячном исчислении показатель вырастет на 0,1 процента после отсутствия изменений в октябре и годовой годовая инфляция ожидается снизиться до четырех и трех с четырех шести процента но стоит обратить внимание именно на базовый индекс потребительских цен который может вовсе остаться без изменений в лучшем случае экономисты ожидают его снижение до пяти шести процента что конечно же очень и очень далеко от целевого уровня банка англии в два процента и если при каком-то сценарии инфляция в великобритании продемонстрирует даже рост то очевидно что курс банка англии по сохранению процентных ставок на высоком уровне сохранится и это в моменте может привести конечно же сегодня к дальнейшему укреплению британского фунта и к обновлению месячных максимумов выходит нас также сегодня цены производителей по германии выходит нас опережающий индекс потребительского климата более интересный показатель ожидается его небольшое улучшение в январе следующего года до 26 до отрицательного 26 и 9 пунктов но если данные разочаруют то мы можем наблюдать за небольшим ослаблением европейской валюты ближе ко второй половине дня уступают нас представители европейского центрального банка филипплей и публикуется индикатор потребительской уверенности декабрь этого года по еврозоне где ничего хорошего не ожидается выходит у нас также индикатор потребительской уверенности и поселена штата америки там прогнозируется рост до ста четырех шести пункта если данные разочаруют это окажет дополнительное давление на американский доллар и опять же приведет все к росту евро и британского фунта в любом случае сегодня перспектива бычьего рынка по рисковым активам сохраняется и слабые данные по сша могут в этом помочь что касается непосредственно технической картины часовой график евро доллара если евро отреагирует плохо на данные по германии еврозоне в первой половине дня то защита на 955 будет приоритетной задачей формирование ложного пробоя тут и средний скользящий на этом уровне все это позволит получить точку входа длинные позиции жене но бычьего рынка из выхода на на 9 84 прорыв закреплением вышит и в диапазону открывает дорогу на 1009 ну и самой дальней целью наверное выступит 1041 где посмотрите не продажи насколько с движением 25 30 пунктов если никакой активности на 0955 не будет со стороны покупателей очевидно что весь вчерашний рост который у нас наблюдался будет перекрыт и мы будем наблюдать за движением где-то в району 924 где посмотрю покупки на ложном пробое либо в таком случае уже покупки на отскок от 08 91 в расчете на коррекцию 25 30 пунктов продажи при формировании ложного пробоя 0984 либо от 1009 также при неудачном закреплении что касается британского фунта здесь в принципе у нас история такая же защита 2703 после данных по инфляции будет приоритетной задачей можно даже допустить коррекцию 2698 в этом диапазоне ложный пробой случае негативной реакции на инфляцию даст точку входа в длинные позиции ну а сильные данные по очередному инфляционному росту в великобритании приведут конечно же на 27 30 закрепление выше этого диапазона точка входа с выходом на 27 58 и с обновлением декабрьского максимума в районе 27 90 где посмотрю продажи при первом тесте на отскок с коррекцией в 20 25 пунктов короткие позиции 27 30 27 58 будут смотри только при формировании ложного пробоя ну а если покупатели после выхода данных по инфляции великобритании не проявит себя на 27 но три прорыв закреплением ниже этого диапазона может привести к перекрытию вчерашнего роста и к более крупному движению фунта вниз в район 26 77 и 26 52 на 26 77 буду смотреть покупки только при формировании ложного пробоя ну а 26 52 26 29 от этих уровней можно попытаться зацепить фунт на отскок с коррекцией в 20 25 пунктов всем удачи